Улыбка и движется к рингу. Тарвер, предмет обсуждения сейчас множества телерадиопрограмм, газетных статей. Тарвер, может быть это не мезида для Роя Джонса, как многие считают, богиня мщения. Тарвер, который убежден, что он выиграл предыдущий бой, а ведь стоит признаться, Рой Джонс действительно выглядел не очень убедительно в том бою. Тарвер, который обещает низвергнуть Роя Джонса, великого Роя, с перестала. Это действительно очень хороший боксер. У него много чего было в прошлом, в том числе и пристрастие к наркотикам, которые, как уверяет, он преодолел Тарвер. Очень болевой боксер, потому что в его карьере был момент, когда он вел бой со сломанной челюстью. В общем, Тарвер, это, конечно, один из сильнейших боксеров мира сейчас, и не только в этой весовой категории. Тарвер обнимает президента WBC Хосея Сулеймана. В общем, для Тарвера это момент истины, так же, как и для Роя Джонса. Вот этот бой. Этот бой, его исход поставит все на свои места. И вот Роя Джонс, собственная персона. Его встречают ревом восторга и воплями негодования. Полный раскол в боксерском сообществе. Многие считают, что Рой проиграл предыдущий бой Старвера. Но надо вспомнить, что такое Рой Джонс. Если просто не учитывать, что большинство в мире считает его лучшим боксером мира, вне зависимости от веса, не нужно забывать, что Рой Джонс, это, в общем, натуральный средний вес, который умудрился вам в последующих категориях просто расчистить эти категории. Стать чемпионом и в среднем, и в суперсреднем, и в полутяжелом весе. А потом он, намотав на себя гору мышц, стал чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. После этого он должен был вернуться в свой изначальный вес, полутяжелый. И вот эта сгонка и привела к тому, что он был не похож сам на себя в том бою Старвера. Многие так считают, и он тоже так говорит. Итак, друзья, 12 раундов боя за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Дуэйн Форд, Дэйв Моретти, Джерри Ротт. Три судьи. Джейн Мэйди, рефери. Я думаю, сейчас лучший рефери в мире. Представляем Тарлера. Тридцать пять лет ему. Да. Наверное, трудно все перечислить, все достижения Роя Джонса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Немиров. Абсолютный чемпион. Роя Джонс, боец, у которого целый мешок припасен всяких трюков. Роя Джонс, от настроя которого зависит, как сложится сегодняшний бой. Мы помним его тягучие бои. Он сам этого хотел. Он так же, как и многие таланты, предпочитал процесс и результату. Ему нравилось тянуть время. Вот такого я еще не слышал. Карвер публично заявляет. Больше тебе нечем будет оправдаться после сегодняшнего боя, говорит он Роя Джонс. Никаких оправданий, никаких аргументов. Харвер неудобным противом. Он левша. Он намного выше Роя. Кстати, Джонс это никогда не смущало. И Джонс начинает с первого раунда поджимать. Сегодня действительно испытание для обоих. Слишком много было сказано перед боем. Особенно усердствовал Тарго. Слишком много предсказаний. Слишком много обещаний было. Вы знаете, поразительно, но в Соединенных Штатах есть целая когорта ненавистников Роя Джонса. Причем среди них хватает людей из прессы, из телевидения тоже. Это люди, которые, в общем, всячески пытаются преуменьшить достижения Джонса. И они все предсказали, что Карвер сегодня победит. Посмотрим, как это будет. Джонс. Забавно. Его мечта была встретиться с Тайсоном. Он и готовился. Он так и засиделся в этом супертяжелом весе. Не получилось. Джонс, судя по всему, настроен очень решительно. Это вызов для него. Вызов, которых уже давно не было. Бой против Монтелла Гриффина, который он тогда проиграл ввиду дисквалификации, вызвал тоже волну критики. И вот в реванш он вышел и срубил Монтелла сразу же. Напоминаю, что он тогда сказал журналистам. Вы меня вынудили. Я не любитель выигрывать нокауты. Сегодня ему придется выкладываться полностью. Раунд за Роэм Джонсом. Он сработал. Собрано жестко и без всяких фортелей. Непробиваемая защита. Тренер, бессменный тренер Роя Джонса говорит, держи под контролем его. Заставь его нервничать. Тренер старвера Бадди Макгирт, который работает, вы знаете, еще и с Артура Гатти. Сам в прошлом великолепный профессиональный боксер. Сейчас требует джеб, джеб и джеб. Да, немножко скованным выглядел Тарвер в этом раунде. Вы памятны, что делал Джонс в первом бою? Это СССР Луканатов. Принимал на себя атаки. Сейчас этого делать нельзя, очевидно. Основное орудие, конечно, это правая рука в бою против Тарвера. Тарвер это знает. Тарвер знает, что Джонс может ударить. С ударом у него все в порядке. По-прежнему скорость у Джонса не утеряна. Действует быстро. Первый раз мы видим великого Роя Джонса на полу. Он не встанет. Я думаю, что он не встанет. Ну что тут сказать? Это потрясение. Это шок для всех. Что творится? Тут сбили камеру. У Тарвера истерика. Джонс первый раз оказывается в положении многих, многих своих противников, которым вот так вот светили в глаза фонариком, которых поднимали с пола и которых доктор Маргарет Гудман потом отправляла в госпиталь. Увы, и великие бойцы проигрывали. Увы, и великие бойцы проигрывали. Вот этот момент еще долго будут рассматривать, долго будут смаковать разные телеканалы. Вот так закончилась эра великого боксера, который сделал эпоху в мировом боксе, и который, я вас уверяю, останется в зале славы. Видно было, что роль не встанет после этого убора. Что-то будет. Будет ли реванш еще один бой? Вернется ли Рой Джонс? А ведь он собирался вообще провести еще пару боев и уйти с ринга. И этот противник, этот Антонио Тарвер, наверное, не позволит ему это сделать. Полное самообладание Рой Джонс. Он даже не демонстрирует его. Он просто действительно такой человек. Он по-прежнему уверен в себе. Ну и Дон Кинг тут как тут, рядом. Я представляю, как радуются сейчас многие, многие недруги Рой Джонсу. Давайте не будем забывать. Практически не было ни одного великого боксера, который бы не проигрывал. Да, друзья, всего лишь во втором раунде все это кончилось. Дальше чемпионов мира, Антонио Магикман Тарвер. Да, Магикман действительно магия какая-то. Антонио Тарвер одерживает победу, сенсационную победу нокаутом над лучшим боксером мира. Роэм Джонсом младше. Я думаю, спор этих двух бойцов не кончен. Он будет продолжен, без всякого сомнения. Когда? Мы узнаем. Скоро. Продолжение следует. Когда? Продолжение следует. Продолжение следует...